Это фигуристки, выступающие за Литву, Александра Головкина, родом из Вильнюса, проживает в Каунасе, тренируется у Дмитрия Козлова. В короткой программе она использовала танго-раксаны из Мулен Руж, ну а сейчас легендарный Сергей Рахманинов, великолепный русский композитор и его второй концерт для фортепиано. Это тоже шедевральная вещь. КОНЕЦ 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 То есть задатки, безусловно, у Александра Головкина и есть, и это совершенно однозначно, далеко ходить не надо, и мы видим, что даже в этой непростой для себя программе она старалась, но не всё получилось, и тем не менее она всё же смотрелась очень достойно. При том, что и музыка очень сложная, Рахманинова в 16 лет отображать не у всех получается, Елену Родионову не берём, к ним подходим совсем по-другому, по гамбургскому счёту, ну и также можно обратить тот факт, что Александра Головкина родилась 1 июля. Да, год здесь не имеет значения, потому что как раз-таки вот эта граница между июнем и июлем является основополагающей для фигурного катания, в частности, она разграничивает год, в котором спортсменки могут принимать участие во взрослых соревнованиях. То есть появилась она на свет на день раньше, она могла бы на целый год раньше начать соревноваться среди взрослых. Но сейчас это уже не актуально, так как спортсменке 16 лет уже есть, и она в итоге благополучно уже катается нынешнего сезона среди взрослых. Но имеет по-прежнему возможность выступать и среди венёров, по-моему, до 19, что ли, девушки могут кататься в венёрских соревнованиях. Так что Головкина ещё широкое поле для возможности выступления в разных турнирах. 86,5 баллов она получает за свою произвольную программу, чуть-чуть не дотягивается до второго места и сейчас занимает третью позицию, уступая Соне Луфуэнте лишь 13,5 баллов. Возвольте визуальны прицелы. Возвольте визуальны на 10,5 баллов.